Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале Заречной в студии Светланы Теплухина. И вот о чем мы с моими коллегами расскажем вам сегодня. 57-я очередная. На сессии городского собрания представителей депутаты внесли изменения в ряд документов, в том числе в порядок организации питания учащихся. В связи с тем, что у нас есть инфляционные изменения, то на нами был скорректирован среднесуточный размер набора пищевых продуктов для организации питания детей от 7 до 18 лет. Те, которые обучаются, получают денежную компенсацию. Молоды душой, энергичны, талантливы. В Заречном стартовал четвертый сезон фестиваля творчества ветеранских организаций «В песнях останемся мы». Такие вечера не сближаются, помогают нечасто встречаться, помогают встретиться друг с людьми, поговорить, пообщаться. Это как раз пенсионерам и нужно. Движение вверх. В Заречном подвели итоги второго этапа полуфинального раунда первенства среди команды детско-юношеской баскетбольной лиги в группе «Е». Очень хорошо сыграли эти команды. По одному поражению на туре и они ушли вверх. Таковы лишь некоторые темы выпуска, а все подробности этих и других событий в ближайшие минуты. Депутаты городского собрания представителей провели первую в 2024 году сессию. В повестку заседания включили более десятка вопросов. В основном рассмотренные народными избранниками предложения касались корректировки различных документов. В частности, положение об особенностях аренды муниципальных жилых помещений и порядка организации питания, обучающихся в муниципальных образовательных организациях. Подробно познакомиться со всеми принятыми на очередной сессии решениями можно на сайте собрания представителей Заречного. За ходом обсуждения и голосования наблюдали мои коллеги. Более десятка вопросов и столько же положительных решений. Таков результат первой в 2024 году встречи народных избранников. Большинство пунктов в повестке 57-й сессии собрания представителей касались изменений уже существующих документов. В основном они носили такой корректирующий характер различного рода решений и положений и порядков, которые были уже приняты. Но отмечу, пожалуй, два. Первое. Были внесены изменения в устав города. И второе. Это в связи с тем, что у нас есть инфляционные изменения, то на нами был скорректирован среднесуточный размер набора пищевых продуктов для организации питания детей от 7 до 18 лет. Те, которые получают денежную компенсацию бесплатного двухразового питания на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Росстат Пензенской области в декабре прошлого года опубликовал цены на товары и услуги в регионе. Они оказались выше, чем в декабре 2022-го. Индекс потребительских цен составил 106,7%. В связи с этим возникла необходимость корректировки суммы денежных средств, которую мы ежемесячно выплачиваем родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются у нас на дому. Решением депутатов сумма была увеличена на 182 рубля. Эта мера затрагивает учащихся всех возрастов с 1 по 11 класс. Помимо этого, на сессии утвердили положение о депутатских фракциях в собрании представителей. А также скорректировали ряд документов, касающихся, в частности, особенности аренды муниципальных жилых помещений и муниципального жилищного контроля в городе. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». С начала года в «Заречном» произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Причем в двух случаях пешеходы оказались под колесами автомобилей. Замечу, что за весь прошлый год в городе зафиксировано 9 наездов на пеших участников дорожного движения. Примечательно, что чаще всего такие ДТП происходят на пешеходных переходах. Кто чаще оказывается виноват в таких авариях – пешеходы или водители? Какие элементарные правила безопасности чаще всего нарушают зареченцы? Какую ответственность несут участники дорожного движения за неправильное пересечение зебры? И как вести себя водителем и пешеходам, чтобы сохранить свои и чужие здоровье и жизнь? Все это обсудим с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД по городу Заречному Кристиной Шумской. Встреча в студии сразу после рекламы. Ну а пока к другим темам. Вечер творчества, вдохновения, прикосновения к прекрасному провели в Центральной городской библиотеке участники проекта «Серебряный луч. Город Заречный». Одна из участниц проекта представила горожанам свою коллекцию вышивок. Инициатива выставки принадлежит самой мастерице. Ну а после осмотра, экспозиции и знакомства с рукодельницей, гостям рассказали о старинных русских усадьбах, расположенных на территории Пензенской области. Диана Котлерова с репортажем из Центральной городской библиотеки. Антонина Петровна, я вручаю вам благодарность, что мы очень рады, что вы к нам пришли, поделились своими работами. Теперь вышивки Антонины Макеевой смогут увидеть не только родные и друзья. В Центральной городской библиотеке открылась выставка ее работ «Руками вышитое чудо». В экспозицию вошли 18 панно, которые создала Антонина Петровна. Работы уникальны тем, что они сделаны с душой. В технике крестиком. Сначала Антонина Петровна работала бисером, но потом перешла на крестик более сложные, так сказать, схемы. Работает она с 2016 года, как вышла на пенсию. Любит в основном природу и людей вышивать. Одними из первых на выставке побывали представители сообщества «Серебряный луч. Город Заречный». Рукодельница ответила на все вопросы гостей. Рассказала, по каким схемам лучше вышивать и какие нити использовать. После выставки ветеранов пригласили на музыкально-поэтическую композицию «Магнит русских усадеб». И ее автор – член Российского союза писателей Ольга Слепова. И где, в какой стране они жили, они усадьбы возводили на русский лад с душой широкой. Она не просто рассказывает про историю земли пензенской. Она к каждой усадьбе делится, о каждой усадьбе делится своим поэтическим мнением. Она написала стихи, у нее произведения. И все это сочетается, ее стихи, музыка. У нас ребята из детской школы искусств играют на рояле. Творческий вечер в Центральной городской библиотеке стал еще одним мероприятием в рамках проекта «Серебряный луч. Город Заречный». Ветеранам предлагают целый спектр интересных занятий. Потребности в этом уже у меня есть. Вот бывает так, что уже как-то привыкаешь и уже чувствуется, что чего-то не хватает. Надо, значит, куда-то обязательно сходить опять, познакомиться с чем-то новым. Ну вот это вот очень интересная передача про усадьбы. Прямо вот стихи ее, прям все к месту, очень хорошо. Все события в рамках проекта «Серебряный луч. Город Заречный» для пенсионеров бесплатны. Более подробную информацию можно получить по телефону 73-57-57. Диана Котлерова, Вячеслав Юртаев, телерадио-компания «Заречный». В Заречном стартовал фестиваль творчества ветеранских организаций «В песнях останемся мы». Это уже четвертый сезон масштабного городского проекта, задача которого – вовлечь представителей старшего поколения в активную творческую деятельность и общественную жизнь. Фестиваль объединяет все ветеранские организации города и служит примером преемственности поколений. Ведь вместе с горожанами серебряного возраста на сцену выходят их дети и внуки. В своих концертных программах участники рассказывают об истории страны, атомной отрасли, города, завода, о работниках предприятий, организаций и учреждений, о первостроителях и людях труда Заречного. В этом году творческий марафон посвящен 70-летию начала строительства города и градообразующего предприятия, а также 75-летию запуска первого отечественного реактора. Сезон открыли ветераны силовых структур. На сцене два поколения семьи Волчковых – отец и сын. Они принимают участие в концерте в рамках фестиваля творчества ветеранских организаций в песнях «Останемся мы». Папа позвал меня, сказал, что есть вот такое мероприятие, вот, давай с тобой вместе споем прекрасную песню, которая как раз она там о связи поколений. Конечно, волнение было, потому что пою, ну, я не часто пою и не очень хорошо пою, вот, поэтому было волнение сильное достаточно, но я переборол и, в принципе, получилось мне не очень плохо. Это первый творческий вечер нового сезона фестиваля творчества ветеранских организаций в песнях «Останемся мы». В этом году он посвящен 70-летию начала строительства Заречного и градообразующего предприятия, а также 75-летию запуска первого отечественного реактора. Конкурсную программу открыли представители силовых структур. «Ветераны силовых структур сейчас являются ярким примером героизма, мужества, патриотизма и, конечно, огромной беззаветной любви к Отечеству, к Малой Родине, к нашему городу. Поэтому, прежде всего, я говорю огромное спасибо всем тем, кто готовит эти вечера, кто организовывает эти вечера и, конечно, кто в них участвует. И думаю, что, несмотря на оценки жюри, которые будут обязательно справедливыми, мы все сегодня получим моральное удовлетворение о том, какая достойная гильдия ветеранов живет, работает и творит в нашем городе». Участники фестиваля представили на суд зрителей и жюри стихи, танцевальные и песенные номера. Но оценки судей не главное. Ветераны смогли встретиться и пообщаться друг с другом. «Такие вечера не сближаются, помогают нечасто встречаться, помогают встретиться друг с другом, поговорить, пообщаться. Это как раз пенсионерам и нужно. Я уже давно на пенсии, и ввиду того, что такие мероприятия проходят, очень нам приятно, пенсионерам, ветеранам, тем более в такой день, как в преддверии защитника Отечества. Поэтому я хотел бы всех ветеранов нашего города сердечно поздравить с праздником, пожелать им здоровья, самое главное – здоровья». В фестивале «В песнях останемся мы» задействованы все ветеранские организации Заречного. Творческие вечера и концерты будут проходить на протяжении нескольких месяцев. Диана Котлерова, Денис Дубицкий, телерадио «Компания Заречный». И о спорте. Зареченские спортсмены приняли участие в чемпионате и первенстве Пензенской области по плаванию. Соревнования прошли во дворце водного спорта «Сура». По итогам стартов зареченцы завоевали 10 бронзовых, 6 серебряных и 5 золотых медалей. Первые места заняли Иван Куманин. Ему не было равных на дистанциях 1500 метров вольным стилем и 400 метров комплексным плаванием. И Александр Харланов. Он стал первым на дистанциях 50, 100 и 200 метров бутерфляем. В число призеров вошли Михаил Петроченко, Роман Ларин, Егор Словеснов, Арина Семина, Денис Питайкин, Максим Пронин, Максим Куприянов, Валерия Николаева и Елена Ларина. В «Заречном» завершились игры второго этапа полуфинального раунда первенства среди команд детской и юношеской баскетбольной лиги в группе Е. На паркете физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» сыграли 6 сборных из разных регионов. Две команды по итогам группового турнира поднялись на ступень выше, еще две перешли в категорию ниже. В следующем туре первенство «Дюбл» в группе Е предстоит играть за Реченскому союзу. С какими командами встретятся наши баскетболисты, расскажет Алексей Лазаренко. Второй этап полуфинального раунда первенства среди команд детской и юношеской баскетбольной лиги в группе Е завершен. Гости из шести регионов нашей страны покинули Заречный, где провели по пять встреч. Они боролись за выход в категорию более высокого уровня. Команды из Саратова и Великого Новгорода теперь сыграют в группе Д. Вверх уйдут «Автодор» и «Эльмер». Команды сильные. «Автодор» усилен игроками молодежной команды Саратова. «Эльмер» усилился большим игроком. 2-10 мальчик приехал, Михаил Проценко, с значимой для нашего города фамилией. Очень хорошо сыграли эти команды. По одному поражению на туре и они ушли вверх. Сборные УОР-1 из Свердловской и «Универсал» из Томской области перейдут в группу «Ж». Кстати, сюда же «Универсал» в прошлом году отправил команду «Союз». Тогда наши ребята проиграли всего одно очко. Напомню, что в этом сезоне во втором туре Зареченцы одержали пять побед из пяти встреч и теперь снова окажутся в группе Е на следующем этапе полуфинального раунда первенства среди команд детской юношеской баскетбольной лиги. К нам добавятся еще две команды из верхней группы. Это Магнитогорск и Новосибирск. Я думаю, что все игры в этой группе будут ровные. Команды интересные, по-своему сильные, по-своему есть свои преимущества у каждой команды. Но Магнитогорск и Новосибирск в этом году не видели, но по предыдущим годам с ними встречались хорошие, сильные команды. Помимо Магнитогорска и Новосибирска соперниками зареченских баскетболистов станут ребята из Тюмени и Ижевска. Они остаются в группе Е по результатам второго тура полуфинального раунда первенства среди команд детской юношеской баскетбольной лиги. Где пройдет следующий этап состязаний, станет известно в ближайшее время. Алексей Лазаренко, Вячеслав Юртаев, Денис Дубицкий. Телерадиокомпания «Заречный». В Заречном с начала года два пешехода попали под колеса автомобилей на пешеходных переходах. Кто чаще всего нарушает правила дорожного движения – пешеходы или водители? И как избежать подобных ДТП? Об этом мы поговорим с нашим гостем, инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Кристиной Шумской. Сразу после рекламы. Цыпленок-бройлер 159,90, ветчина домашняя 169,90. С 19 по 22 февраля мега выгода в Скидкино. Заречный, улица Озерская, 13. С 12 по 22 февраля приглашаем на распродажу курток, пальто, зимнего пальто. Цены от 1500 рублей. Бывшая пятая столовая, улица Комсомольская, 10А, Сокольный этаж. К шестивому финалу история шагала, Нас труба выручала в дороге непрямой. И сколкить при желании нам в деле помогало. И скоро возвращаться дорожную домой. Ты целеустремленный, креативный и обладаешь творческим потенциалом. Это твой шанс. Телерадиокомпания «Заречный» ищет корреспондента. Стань частью динамично развивающейся команды, чтобы освещать все яркие и значимые события города. Звони 61 19 35. Всего 25 бюджетных мест в единственном вузе 60-тысячного города. Как государственная корпорация «Росатом» борется с дефицитом качественного образования на территориях своего присутствия? Смотрите в среду в 20.00. Новости на канале «Заречный» продолжается. Мы возвращаемся в нашу студию для того, чтобы поговорить о безопасности дорожного движения. И сегодня я приветствую в нашей студии инспектора по безопасности дорожного движения отделения ГИБДД по городу Заречному Кристину Шумскую. Добрый вечер, Кристина. Добрый вечер. Итак, Кристина, давайте начнем с того, какова сейчас ситуация на дорогах Заречного. Насколько аварийна эта ситуация? У нас в текущем году наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий, где пострадали участники дорожного движения. В этом году на территории города уже зарегистрировано 4 происшествия, где 3 человека у нас получили телесные повреждения различной степени тяжести. И также один участник дорожного движения у нас погиб. Что касается видов дорожно-транспортного происшествия, большую такую, наверное, составляющую у нас, получается, это наезды на пешеходов. У нас зарегистрировано уже 2 дорожно-транспортных происшествия данного вида. Одно из них уже, к сожалению, с участием несовершеннолетнего лица. Вот по, скажем так, вашему опыту и по наблюдениям вашим, кто чаще всего бывает виновен в данных происшествиях? Мы сейчас, наверное, затронем еще прошлый год, потому что в прошлом году у нас было зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, и все практически они были зарегистрированы на пешеходных переходах. То есть, когда водитель не предоставил преимущества движения пешеходов, в результате чего получался наезд на пешехода. И одно происшествие у нас в том году было зарегистрировано на тротуаре, тоже с участием несовершеннолетнего. Там также фигурировало средство индивидуальной мобильности. В этом году из двух происшествий одно у нас зарегистрировано на пешеходном переходе, а второе зарегистрировано в жилой зоне. То есть, все-таки пешеходы попадают под колеса автомобилей и на дороге, и на тротуаре, где-то в жилой зоне, там, где нет проезжей части. Да, бывают и такие виды дорожно-транспортных происшествий, но их очень мало, так как в жилой зоне водители и пешеходы имеют свои правила движения, да, потому что водители в жилой зоне снижают скоростной режим, а пешеходы все-таки могут передвигаться по проезжей части в жилой зоне, где едут транспортные средства, в случае, если отсутствуют тротуары. А как мы знаем, у нас во дворах жилых домов практически везде отсутствуют тротуары, поэтому пешеходы передвигаются по краю проезжей части. Здесь водителям нужно быть все-таки предельно внимательным и стараться не превышать скоростной режим в жилой зоне. Кристина, вы упомянули о том, что наезды на пешеходов случаются на пешеходных переходах. Казалось бы, в общем, это такое безопасное для пешехода место. Здесь вот в чем причина? Все-таки водители невежливые и не соблюдают правила движения или есть вина пешеходов, которые уверены, что их обязательно пропустят и, в общем-то, недостаточно внимательные, пересекая проезжую часть? Ну, согласно, наверное, нашему наблюдению, скажем так, да, жители в городе у нас поступают очень интересно. Они действительно считают, что пешеходный переход для них является безопасным местом. Но нужно помнить о том, что в правилах прописано, что пешеход, прежде чем выходить на проезжую часть, должен убедиться в своей безопасности, дождаться, пока все транспортные средства остановятся, будут его пропускать, потом начинать свой переход. Что касается водителей, здесь сложно так вот сказать, что прям водитель всегда виноват. Есть все-таки такой аспект, что погодные условия тоже влияют на безопасность. Даже если водитель будет двигаться с разрешенной скоростью для движения и заметит пешехода, будет предпринимать все попытки, чтобы остановить свое транспортное средство, не всегда все зависит от водителя. Поэтому всегда при проведении профилактической работы с пешеходами напоминаем им, что они все-таки должны дождаться, пока водитель остановится. Транспортное средство остановить очень тяжело. Водители порой всегда, ну, по крайней мере, всегда стараются принять меры, необходимые для того, чтобы остановить свое транспортное средство. Даже если мы посмотрим на статистику нарушений со стороны пешеходов и водителей, на территории города пешеходы допускают нарушения достаточно часто. В прошлом году было выявлено 1700 нарушений со стороны пешеходов и всего лишь чуть-чуть более тысячи со стороны водителей, которые не предоставили преимущества движения пешеходам. Достаточно весомая такая разница. И вот чтобы обезопасить пешеходов, ну, и с ним, к сожалению, приходится работать не только с точки зрения, напомнить правила, но и выписать административный штраф. И это, хочу заметить, что это еще те, которые зафиксированы. Сколько остались без вашего внимания? Ну, это еще, скажем так, не все, которые нами зафиксированы. Это как раз, где были составлены административные материалы. В большей степени личный состав госавтоинспекции проводит разъяснительную работу с пешеходами, раздавая им памятки и призывая к соблюдению правил дорожного движения. Кристина, очень часто бываешь свидетелями такой картины, когда родители вместе с детьми переходят дорогу, и ребенок тормозит перед пешеходным переходом, родитель тащит его за руку и говорит, он обязан остановиться, когда ребенок хочет остановиться перед движущейся машиной. А родитель тащит его через дорогу, утверждая, что водитель обязательно остановится, и поэтому ничего страшного. Вот здесь, наверное, очень многое зависит от родителей, какую модель поведения они своим детям преподнесут. Да, действительно, от родителей зависит очень многое. Я когда прихожу в учебное заведение, дети рассказывают, как поступают их родители, и что они будут делать так же. В случае, если мы выявляем такие рассказы со стороны детей, мы обязательно посещаем потом родительское собрание, чтобы поговорить с родителями и рассказать, рассказать, как все-таки строить правильную модель поведения во время нахождения с ребенком на улице во избежание негативных последствий. Родители – это самый первый пример в жизни ребенка, и они всегда берут пример с нас, взрослых. Поэтому всегда призываю то, что в присутствии детей надо соблюдать правила и стараться их не нарушать. И не рассказывать детям о том, что вот мы сейчас с тобой здесь сократим, потому что мы очень опаздываем, нам надо поторопиться. Дети, когда будут передвигаться самостоятельно, они будут использовать ту же самую модель поведения. Кристина, если говорить именно о пешеходах, и помимо того, что вы уже сказали, что нужно соблюдать правила дорожного движения и убедиться в том, что водитель пропускает, какие еще меры предосторожности можно предпринять, чтобы пешеход был заметен, чтобы он не попал под колеса автомобиля? Первое, наверное, на чем стоит остановиться, это все-таки наличие световозвращающих элементов на верхней одежде. Даже отражая тот факт, что у нас в городе достаточно хорошее освещение на улицах, тем не менее ситуации бывают разные. И преимущественно взрослое население у нас пользуется темной одеждой. А в условиях недостаточной видимости или вечернего времени суток пешеходов очень плохо видно на проезжей части. Следующим аспектом, наверное, стоит отметить, что пешеходы должны убирать телефоны и наушники, потому что есть такие ситуации, когда водители подают звуковой сигнал, что они не могут отреагировать своевременно на появление пешехода на дороге, но пешеход никак не реагирует. Когда начинаешь с ними проводить беседы, они начинают показывать, что они были в наушниках, разговаривали по телефону. У многих есть капюшон на голове. А когда осадки в виде дождя или мокрого снега, еще начинают пользоваться зонтиком. Зонтик также ограничивает обзор восприятия дорожной ситуации. Ну и вот, наверное, именно сейчас, вот в зимнее время, особенно когда вот такие обильные снегопады, постоянные то оттепель, то заморозок, сейчас, наверное, особенно сложно на дороге, особенно нужно быть внимательным и пешеходам, и водителям. Да, хотелось бы отметить то, что на дороге присутствует скользкость, хоть и обрабатывают проезжую часть, обрабатывают тротуар, все равно торопиться не стоит. Выходя из общественного транспорта, не надо сразу бежать, потому что автобус все-таки стоит. Это предмет, который ограничивает водителю обзорность. И поэтому пешеходам нужно быть очень внимательным, когда они выходят на проезжую часть. Любая спешность может привести к падению и получению травм или к дорожно-транспортному происшествию. Ну и сейчас, особенно вот во время обильных снегопадов, не всегда успевает спецтехника вовремя убрать сугробы, которые иногда ограничивают видимость. То есть на это тоже нужно обратить внимание. Пешеходу нужно учитывать свой рост, чтобы понять, видно ли его или нет. Хоть игры и у нас убираются, сотрудники КБУ, но тем не менее бывает и так, что в утренние часы одна техника прошла, а вторая еще за ней не успела. А пешеходы торопятся на работу, на остановку, выбегая на проезжую часть, не оценивая должным образом дорожную обстановку. Одним словом, перефразирую известную фразу про утопающих «До спасения пешехода делай рук самого пешехода в данной ситуации». Многое зависит от самих пеших участников дорожного движения. Спасибо, Кристина. Искренне надеюсь, что наша с вами беседа кажется полезной и что все-таки зареченцы задумываются над тем, как они ведут себя на дороге и будут помнить известное очень выражение и пешеход, погибая на пешеходном переходе. Помни, что ты был прав. Вот чтобы таких ситуаций не создавалось, лучше все-таки подождать, не торопиться и сохранить и жизнь, и здоровье. Да, это самое главное. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях была инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ЕБДД по городу Заречному Кристина Шумская. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале Заречной. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнали Симон.